Здравствуйте, семья! Здесь так хорошо? Серьезно, реально, если ты в этой атмосфере не способен получить свое чудо, с тобой что-то не в порядке. Я вас умоляю, дорогие, поймите, что ты можешь сейчас из атмосферы вынять все, что тебе нужно. Здесь так много Бога. Почему так много? Потому что собрались дети Бога. Аминь! О, Иисус, спасибо тебе. А вот меня можно немножко в мониторах сделать тише, потому что я себя оглушу. Чуть-чуть. Нормально я себя люблю слышать, но не настолько громко. Сразу хочу поблагодарить команду пастора Александра Поповича. Давайте просто воздадим слава Богу. Также хочу поблагодарить пастора Дмитрия Розина и его команду. Дмитрий, серьезно, дорогие, вы должны понять, дорогие, я хочу вам объяснить. Это не просто какая-то, знаете, благодарность, которую надо сделать. Без них, без этих команд этого бы не было. Вы должны понять, что это важная часть. Каждый из нас делает свою часть. Я делаю свою, но я всего лишь прихожу на приготовленное ими пасторами место. Поэтому, дорогие, я, во-первых, благодарен каждому из вас. Дмитрий, Александр, спасибо. Команда, спасибо все ребята. Команда поклонения, спасибо. Молодцы. Молодцы, ребята. Поэтому сразу выражаю благодарность. Сразу говорю, дорогие, я умоляю вас, пожалуйста, перестаньте двигаться старым мышлением, что должен что-то Бог сделать, возложить. Дорогие, мы должны, кто-то должен приехать, что-то надуть на меня, намахать на меня, кто-то персонально должен обнять меня. Растягивай свою веру. Женщина вообще у Иисуса ничего не спрашивала, скрывайте, чем она подошла и получила свое чудо. Иисуса удивило то, что его не задействовали в его же чуде. Если бы ты понял глубину того, что я сейчас сказал, ты бы на всю жизнь перестал надеяться на помазанников. Я всего лишь говорю о принципах, по которым я живу. Мне не нужны помазанники. Не потому, что ты помазанник. Потому что перед тем, как войти в это служение, я этот принцип понял. Мне нужен Иисус Христос, в котором есть все и даже больше, чем то, что мне нужно. И эти шесть служений, представьте, у нас еще бонус появился. Вместо пяти служений появилось шесть. Это всегда хорошо. Но тем не менее, дорогие, я уверен, что я, пастор Александр, мы будем двигаться в очень уникальные вещи. И поверьте, то, о чем мы будем говорить, естественно, мы не договариваемся никогда. Это и интереснее. Услышать друг друга, увидеть, что Бог делает в жизни каждого. И я так скажу, сегодня, и на этой конференции прорыва, мы будем говорить, скорее всего, я точно знаю, что я буду говорить, я буду говорить о самом важном компоненте личности, это твоем сознании. И именно по вашей реакции я понял, насколько эта тема необходима. По вашей нереакции, я скажу. Вы все за мной, да? Потому что тебе нам всю жизнь кажется, что в моей проблеме задействованы мои руки, мои соседи, мой пес, мой муж, мои дети, мой кошелек, мои деньги, моя работа, мой начальник. Нет, в твоем прорыве должен быть задействован единственный компонент. Это твое сознание, твоя голова, твое мышление. Как и вы мысли, в душе его, таков и он, говорит Соломон. Итак, сейчас, первое служение, я начинаю с такой очень интересной темы, которую я назвал «Сознание вне времени». Если записываешь, запиши. Но я так скажу, что обычно те темы, которые Дух Святой должен донести до тебя, их даже не обязательно записывать, потому что они откладываются в твоем сердце навсегда. Ты эту тему, которая изменила тебя, будешь помнить на всю свою жизнь. Поэтому я говорю, носи конспект, это хорошо, но самый лучший конспект, это когда Дух Святой касается твоего сердца, и ты это не вырвешь никогда, это становится, откровение становится, частью тебя. Знаете, когда откровение дошло? Когда оно стало частью тебя. Его больше не вырвешь, оно прикладывается к тебе, трансформирует тебя и меняет тебя навсегда. Итак, сознание вне времени. Интересный топик. Вы знаете, я нахожусь в моем призвании, потому что выучил один фундаментальный принцип, один из фундаментальных принципов, их, естественно, достаточное количество, но самый главный, самый важный, с чего я буду начинать сегодня, и двигаться будем дальше, я вот сегодня им буду делиться. Это хорошо, когда приезжают помазанники, не поймите меня неправильно. Это хорошо, когда они делятся чем-то. Но, дорогие, я так скажу, для меня намного важнее научить тебя принципы, в которых я живу, лично существую и хожу. Кто-то понимает? Потому что я просто... Моя мечта, чтобы каждый из вас вошел в свой полный потенциал. Наоборот, то, что ты говоришь вокруг меня, все не такое. Дорогие, как только ты меняешь мышление, вы заметили, что какие бы ни были страны, богатые или бедные, слушайте меня внимательно. Заметьте, что птицы в этих странах, в самых богатых странах и в самых бедных странах питаются точно так, с точно такими гнездами. Никто им не рассказал, что эта страна бедная, в ней нету ресурсов для гнезда. Ты понимаешь, я сейчас пробиваюсь куда-то. Никто не сказал этим птицам, это кошмарная земля, улетай из нее в теплые края. В Европу, Америку, куда-нибудь там, в Австралию. Нет, птицам плевать. Она живет в России и поет песни. Она живет на Украине, она живет в Африке. Чего там по Украине и России ходить? В Африку сходим. Кто-то понимает, что есть что-то, что не зависит ни от ресурсов, ни от чего. по какой причине мы с вами зависим от того, от чего мы не должны зависеть. Да, 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 я дам секундочку. По какой причине Иисус говорит, гляньте на птиц, почему мы не смотрим на птиц? У птиц урок, птицы могут преподать нам уроки. У птиц плохих дней нет. В Африке, в России, в Америке, во Франции, они все делают свое дело. Итак, вы знаете, в последнее время меня очень интересует сознание человека. Сознание человека. О, сейчас мы с вами куда-нибудь, куда-то пойдем. Уникально то, что я наблюдал, как в сознании человека, когда в сознании человек сам себя разрушал. Человек получал новость, заходил в комнату, и я видел людей, которые выходили абсолютно трансформированные в негативную сторону. Я видел людей, которые получали хорошие новости, они заходили внутрь, что-то происходило за несколько дней в их сознании, они выходили абсолютно другими людьми, не прилагая никаких физических усилий. Ты думаешь, тебе нужны деньги, тебе не деньги нужны. Когда у тебя сознание неправильное, все твои сотня, сто тысяч долларов, которых ты мечтаешь, например, они уйдут в ту же трубу, куда и ушел твой рубль. Ты со мной? Потому что ты должен понять, что выходим мы на уровень прорыва здесь и только здесь. Все вокруг меня начинает. Вы заметили, как есть люди, которые не позволяют с ними разговаривать некорректно. Стоп, стоп, стоп. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторых можно опустить, раздавить, наплевать и сказать, что ты делаешь, иди сюда. Другой повернется, говорит, какое вы имеете право позволять себе со мной так обращаться. Вы даже не знаете меня. Другими словами, моментально это говорит о образе мышления. Это говорит, что человек, начиная с себя, заканчивая тобой, не позволяет к себе относиться на каких-то других уровнях или обращаться к тебе по-другому. Кто-то понимает? Кто ты в своем сознании? Ну, я вот пытаюсь, стараюсь, брат, да, прах и пепел тоже. Не нравятся футболки у команды, Дима. Ты не просто человек. Песня такая, да, у них? Ты сын Бога. Я не просто человек, я сын Бога. Поэтому не позволяю, начиная от людей, заканчивая бесами, говорить мне, кто я и что я. О, не помню. Насколько фундаментальные вещи, которые я сейчас говорю. Нищета не от Бога, она не может быть со мной. Я даже не договариваюсь с ней. Я говорю, я не понял. Не то, что я изгоняю дух нищеты. Что? Я никогда не изгоняю дух нищеты. Я не понял, по какой причине он вообще должен рядом быть со мной. Кто-то понимает, что есть... Ты чувствуешь подход другой? Здесь подход из нищего состояния. Это говорит о том, что ты в сознании нищий, проклятый, бедный, разрушенный. И ты пытаешься, я призываю прорыв, я призываю успех. Это говорит о том, что ты доказываешь себе, Богу и бесам, что ты никто, ничто. Ты со мной? Доходит, нет? Дорогие, поверьте, перед тем, как вам это рассказать, вы думаете, я был в другой позиции где-то? Некоторые говорят, ты живешь в Америке, вы не видели? Вам пастор Александр может рассказать, как приезжают русские эмигранты в Америку и живут хуже, чем они жили в своем Муханске. И у них проблем в Америке еще больше, потому что языка нет, не знаю, кому на лапу дать взятки, никто не берет. У тебя куча других проблем начинается. И люди думают, что Америка это ответ, Европа это ответ, Австралия, другие страны, в которых нет кризиса, ответ нет, ответ твое сознание. Вы знаете, ни у кого, ни у какого творения, кроме человека, нет сознания. Нет, вы не поняли? Ни у какого творения, насекомого, млекопитающего, рыбы, птицы, нет сознания. У них есть подсознание, которое просто инстинкт называется. Все со мной? Никакая птица не может сидеть и размышлять. Ты со мной? Можешь себе представить, они, живя в инстинктах, живут лучше, чем ты с сознанием творца? Не поняли? Тебе дано такое оружие, которое никто... если бы ты только знал, что я имею в виду. Лучше Бог меня сделал каким-то китом, песиком. Бог тебя сделал творцом. Он дал тебе сознание, и это все, до чего ты довоображался? До дворника? Это все, до чего ты довоображался? Я понимаю, начинать с чего-то надо, но ни в коем случае не соглашайся. Ты со мной? Я умоляю тебя, пусть это действительно будет прорыв. Прорыв. Пусть будет прорыв. Тебе не нужно мое возражение рук. Тебе нужно прорыв в твоем сознании. Ты должен выехать отсюда новой личностью и говорить, я больше не позволю ни себе, ни другим поступать со мной вот так. И я с Сыным Богом. Прямо сейчас Дух Святой будет работать с тобой и с твоим сознанием. Прямо сейчас тебе не нужно тут выставить ряд, в которых ты был 300 раз и ничего не получал. Тебе не нужно, чтобы сюда вошла трансформация Иисуса Христа, и ты уехал другой личностью. Мой Иисус. Запомни, прорыв начинается исключительно из твоего сознания. Птицам, рыбам не дано выбирать, решать. Представь, тебе дана власть решить, кем ты будешь быть, кем ты будешь, кем, что ты захочешь делать. Я сижу, думаю, и мне Дух Святой говорит, сынок, глянь, я им дал все, а они выбрали вот это. Я им дал бездомные ресурсы, а они выбрали вот это. И потом мы все, животный мир живет, созданный Богом мир живет лучше, чем я. Дорогие мои, поймите, они живут по инстинктам. Мы не живем по инстинктам, мы выбираем. Это величайшая сила личности, сотворенной Богом. Ничего из живущего на земле, кроме человека, не имеет этой функции воображать, мечтать, представлять, мыслить, наслаждаться мышлением своим. Сознание человека это всего лишь компьютер, слушай сюда, который необходимо отстроить, и в зависимости от твоей настройки он будет или созидать тебя, или разрушать тебя. Все зависит от того, что ты настроишь. Дорогие мои, у одного человека, у него каждый день прилагается лучшее и лучшее. Он говорит, вокруг тебя такие друзья, вокруг тебя такие... Да не друзья это, это мое сознание, которое собирает этих людей вокруг меня. Вокруг меня одни... Не буду упоминать, кто. Вокруг меня одни лягушки. Я водяной. Мне летать охота. Это проблема водяной, что тебе не летать охота, а то, что ты водяной. Хороший мультик из нашего детства. Кстати, очень, знаете, поучительный, как притча. Из моей личной практики я наблюдаю, что у большинства рожденных свыше детей, детей Бога, их собственное сознание работает против них. Кто-то понимает? Представь, ты засыпаешь с разрушающими тебя мыслями. Ты даешь ночью каждая клетка. Представь, клетка, наука доказана, клетка. Почему не ложитесь спать в огне? Почему нужно наладить контакт? Потому что ты программируешь свои клетки, и они всю ночь работают на твое разрушение нервной системы, сердца, сосудов, всего. Потому что ты заснул в атмосфере зла. Это не потому, что тебе будут сны сниться хорошие. Ты просыпаешься хуже, чем ты засыпал, потому что этот компьютер или созидает тебя, или разрушает. Вот почему Павел говорит в 2 Коринфянам, по-моему, 10 глава, мы еще дойдем до этого. Я пленяю всякую мысль. Вот почему он говорит, ничего во мне не может блуждать, если оно не от Христа. Я не позволю, это значит, я имею полное право разрешать чему-то быть во мне. Почему ты позволил этой заразе быть в тебе? Аллюлуйя. Ты что-то для себя берешь? Можно уже говорить аминь и разъезжаться по домам. Для некоторых конференция уже состоялась. Может быть, это единственное. Дорогие, иногда бывает вся конференция для тебя заключается всего лишь в одной фразе, которую не я донесу до тебя, а Дух Святой донесет до тебя. Я могу говорить огромный набор фраз, но именно та фраза, которая нужна тебе, Бог берет ее и вкладывает, говорит сын, дочь, вот именно это, вот именно по этой причине ты здесь. по какому праву мы будем разрешать людям недалеким строить наши судьбы? до каких пор мы будем с вами находиться в мертвых церквях? До каких пор мы будем слушать нереальных людей, ненормальных людей, которые ничего с Богом общего иметь не хотят? До каких пор мы будем... И потом говорить это не я виноват. Ты виноват. Ты позволил этому быть. Ты позволил этой гнили существовать в твоих костях. Ни вини ни Бога, ни людей вокруг себя, никого. Ты и только ты разрешаешь чему-то быть. Или ты, как Павел Горисович, я пленяю все послушание Христу и все, что не послушно Христу, или станет послушным, или выйдет из моей жизни. Я потерял много людей. Угадай, почему. Потому что они не захотели быть пленены Иисусом Христом. Я не хочу его терять. Твои компромиссы и довели тебя в это состояние. И молитвы Бенихина, Кэтрин Куль, на кого угодно. Кто угодно тебя будет разогнать руки, пророчествовать. Ничего работать не будет, потому что твое сознание всегда будет возвращать программу назад. Я могу взять твой компьютер, вычистить. Ты все равно пойдешь на тот веб-сайт, на котором ты захватил вирус и поймаешь второй. Ты не понял меня. Я могу сейчас трудиться над тобой духовно. Мы можем делать энкаунтеры, по три энкаунтера, по пять энкаунтеров проходи, пока вот здесь энкаунтер не произойдет. Вот здесь энкаунтер, весь ниже головы не имеет значения. Вот почему нужно строить вот эту коробушку, потому что если настроил, семь злейших потом возвращаются назад с друзьями. Он прихватывает друзей с собой. Смотрите слова Давида. Смотрите, что говорил Давид в Псалом 41, шестой стих. Что унываешь, душа моя? Душа моя переводится в оригинале сознание. Ты со мной? Он говорит, сознание, я не понял, что с тобой. Что унываешь, душа моя? Зачем тревожишься? Другими словами, что здесь делал Давид? Давид настраивал свое сознание работать на него, а не против него. Все тревоги, вся боль, все это разрушение тебя же. Можешь представить, тебе демоны не нужны, ты справишься с собой сам еще лучше. Ты профессиональный, все, что тебе нужно, дьявол знает, как ты боишься сплеятен, плохих слухов, он позаботится о том, чтобы ты это и получил. Потому что ты это принимаешь, и это разрушает тебя. Я должен сказать, несмотря ни на что, жив мой Бог. я не могу остановить все, что происходит со мной, но я четко могу остановить все, что происходит во мне. Ты со мной? Понимаешь мысль? Вокруг меня я не могу остановить смерти, боли, разрухи, потому что каждый из них отвечает за свое сознание и за свою жизнь, но я четко отвечаю за те процессы, которые происходят во мне. И я выбираю во всем этом сумасшедшем мире быть подчиненным Христу и окружать тебя тем, что Бог сказал. Что унываешь, душа моя, зачем тревожишься, возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить, возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить моего спасителя и моего Бога. Другими словами, он говорит, душа, тебе сейчас плоховато, но эта проблема ненадолго. Ты будешь славить Бога. У тебя нет выхода, чтобы не славить Бога. Прископно то, что человек очень серьезно обращает внимание на свои поступки, последствия, но практически никто не задумывался над тем, откуда поступки берутся, откуда зачатие всего, откуда я вот влип в это, в это, а перед этим у тебя было очень много размышлений с собой. Очень много чего ты говорил, решал, думал, переступал внутри себя линии, которые ты сам же себе и чертил. Ты разрушил собственные границы. Вот почему Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Он говорит, заборы, заборы, межи. Я отмежевался. Я видел, как человек заходил к себе домой после нескольких дней, выходил полностью разрушенная личность. Я даже не представлял в это воскресенье, я видел абсолютно нормальную личность. В следующее воскресенье тот же человек разрушенный, и все, что с ним было, ничего, кроме его самого, наедине с собой. Если я так могу разрушать себя, то я понял одно, представь, как я смогу созидать себя. Если мы с вами все профессионалы в проклятии и разрушении себя, то представь, если ты это обратишь назад, что начнет с тобой происходить. Вопреки всему, люди говорят, страна бедная, вся инфляция, а ты говоришь, я не верю, я не знаю, благословение у Бога, у птиц нет инфляции, а он будет за меня больше, чем о животном мире. Не обращай внимания, говори и говори до тех пор, пока все твои клетки поверят в это, и ты будешь шокирован, что все вокруг тебя, все элементы начнут. Сверхъестественно начнется благословение в семье, в здоровье, жизни, финансы, и люди будут говорить, о, воруешь, да? Потому что у них такое сознание, они не верят благословение от Бога. Три, это сознание, это уже доказано. Если кто-то не верит, иди сюда, принеси лопату, я ударю. И я посмотрю, как твои все здоровые руки и ноги, легкие, будут дальше существовать. Ты за мной? Я абсолютно не трону твоих рук, ног, я просто тебя хорошенечко ударил лопатой по голове. И мы посмотрим, насколько ты будешь адекватным. Где я? А кто я? Ты за мной? Поэтому ты это сознание. Ты это не руки, не ноги, не легкие, не плохие почки. Ты это сознание. В каком состоянии твое сознание? Забудь за все. Забудь за все последствия, все, плохая одежда, квартира, зарплата, начальник, бла-бла-бла-бла. Забудь за все. И просто подумай внимательно, в каком состоянии твое сознание? И все, это твой ответ. Я тебе даю гарантию, твое сознание прямо пропорционально совпадает твоему, твое состояние твоего сознания прямо пропорционально совпадает твоему состоянию физическому прямо сейчас. И это закон. Меня никто не любит. Угадай. И тебя никто не любит. Представляешь? Я никому не нужна. Раз. И даже тем, кому нужна была, уже не нужна. И все. И началось самоуничтожение. И потом, я же говорил, я же говорил, а гляньте, какой кошмар. Ты создал атмосферу, ты настроил свои клетки, ты запрограммировал свое сознание, и твой компьютер сейчас все, что делает, днями и ночами разрушает, занимается компьютер. Запомните, что сознание, оно не знает различия между хорошим и плохим, оно всего лишь делает то, для чего оно настроено. Не, вы не поняли меня? Сознание не имеет различия, ему все равно, оно разрушает или созидает. Это всего лишь компьютер, который действует из настройки. Твой компьютер, он от Бога или от дьявола? Да не от кого он? Куда пойдет? От того и будет. Ты со мной? Это инструмент, это инструмент, вот это инструмент для всего остального. И вот этот инструмент, не вот эти инструменты нужно настраивать, это все лишь инструменты. Нужно вот этот инструмент настраивать. И потом все это начнет совпадать. Ты больше не позволишь себе питаться неправильными продуктами. Ты больше не позволишь себе назвать себя творением. Ты начнешь заниматься спортом. Почему? Потому что твой образ начнет преображаться. И ты скажешь, это не я. Я совершенно другой. Я дочь и сын Бога. Я не позволю себе жить так и уничтожать себя же. Так это физическая жизнь. Представь, что ты можешь в духовной жизни достичь. Многие люди, спортсмены, не относящиеся к Иисусу Христу, вообще не рожденные свыше, живут лучшей жизнью, чем христиане. Потому что все, что они научились настроить, вот этот компьютер правильно. А представь, Бог говорит, я хочу дать тебе мое слово. Я хочу дать тебе мой образ. Для тебя настрой. Бог не будет впихивать в тебя ничего, потому что у тебя свободная воля. Он не будет делать тебя животным, жить по инстинктам. Он даст тебе выбор сделать все. И вот тот продукт, который закончится, это и есть, это все, на что ты был способен при жизни. Поэтому я говорю, я преображаюсь в современном, превращаюсь в его образ, смотря на него. Кто-то понимает? От силы в силу. От славы в славу. Заметьте, что нигде в Библии написано, я преображаюсь из мокрой тряпки в сильного человека. Написано, из силы. Ты со мной? Во-первых, некоторые люди говорят, у меня это не работает. Потому что тебе сначала нужно войти в силу, чтобы из нее выйти в следующую силу. Некоторые говорят, я не могу никуда передвинуться, потому что ты еще первый шаг не сделал, ты никогда не сделал ничего. И поэтому говорят, у меня никакого прогресса нет. Потому что не из грязи в силу переходят, а из силы в силу. Если ты это поймешь, для тебя уже все состоит. С грязи обычно переходят в другой уровень грязи, как правило. А у тебя будет война. Дьяволу не опасны ничего твоей деньги, твой дом, твое влияние, ему опасно твое сознание. До чего ты можешь додуматься? Потому что все, до чего ты додумался, начинает происходить и действовать. Поверьте, я говорю с собственного опыта. Люди говорят, пастор, как ты держишься, у тебя столько атак. А я не держусь, если б держался, б сорвался. Никто не держится, мы движемся. Я на это не обращаю внимания, потому что, первое, ко мне это не относится. Не поняли, это секрет, только что был секрет. Когда я сказал, зайду в зал и скажу, во, козлы. И обычно козлы встанутся, а что ты нас с козлами обозвал? Нормальный человек скажет, где козлы? Не вижу. Во-первых, твоя реакция на весь окружающий мир доказывает тебе о том, кто ты. Внимательно пронаблюдай. Объясни, почему ты реагируешь на эту ерунду? А реагируешь ты вот почему, потому что она к тебе относится. Поэтому, когда люди говорят, пастор, почему ты не реагируешь, не пишешь письма, не делаешь статьи, не идешь интервью доказывать, какой ты хороший. Потому что вся эта ерунда ко мне никогда не относилась и не будет относиться. Я сын Бога. И я окружен опять в Москве, угадайте кем? Детьми Бога. Я не окружен сейчас врагами, которым я доказываю, ну вы понимаете, ну вы поймите. Я окружен опять друзьями и детьми Иисуса Христа. Мое мышление не позволит мне идти туда и доказывать что-то. Потому что, во-первых, оно ко мне не относится. Они говорят о каком-то Андрее, о котором я даже не знаю. Честно, реально, я не знаю, о чем бы. Это ты, это не я. Оно даже не ёкает твое мя. Почему? Потому что это не моя идентификация. Я давным-давно научился жить. По воле Бога. Мыслить. Да, я в процессе. Я в очередном уровне славы и двигаюсь в другую славу. И ни в коем случае не закончил мой процесс. Но я, по крайней мере, понял, что я должен делать. Я хочу тебе рассказать за вот этот часик-полтора принцип, который я учил годами. Как пастор Александр говорит. Годами. Мы просто дарим вам это все. Дарим. Мы болели, кровоточили, умирали. Никто это в книгах не читал. Мы это прошли лично. И дарим вам это откровение. Откровение будет работать только в том случае, когда тот, который его говорит, прошел его сам. Ты можешь украсить это откровение. Оно не будет работать у тебя, потому что ты не в нем. Вот принцип успеха. Итак. Здесь есть уникальный принцип. Твое тело, то есть твои руки, ноги, не знают лимитов. Все лимиты только в твоем сознании. Ты все со мной? У того человека, у миллионера точно такие глаза, как у тебя. Такое же зрение. У него тоже две руки. У того человека, у которого хорошая семья, хороший брак, хорошие дети. Скажи, о, у меня. Нет, это ты. Мы это создали. Мы программируем себя и программируем мир вокруг себя. И мир реагирует на нас именно так, как мы реагируем на себя. Потому что мы позволяем им говорить о нас то, кем мы являемся. Или мы не позволяем никому вносить что-то в нашу программу, чем я ей не являюсь. Поэтому запомни, первое, что ты должен сделать, это отбросить все, подчинить всякую мысль в послушание Христу. Все, что во мне не от Бога, вон. Все, что около меня не от Бога, до свидания. Ну, ты такой странный. Поверьте, лучше я буду странным таким, чем странным он таким. Где там люди? А я любовью все покрываю. Да, покрывай дальше. Посмотрим, где ты будешь через 10 лет. В нищете, в разрухе, в пьянках, в драках. А все начиналось так хорошо. Отступил от Бога. Такое все произошло. Извините, ничего не мог с собой поделать. Поэтому в спорте подготовка твоего сознания намного важнее, чем подготовка твоих мышц. Хотя подготовка мышц тоже важна, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. Спортсмены здесь знают. Можно достигнуть в физическом мире что угодно. Но когда ты идешь на ринг, бороться, боксировать, что угодно, там уже включаются не твои мышцы. Там включается твое сознание. Я всегда говорю, чемпиона от проиграющего отличают даже не секунды, доли секунд. Доли секунд. Вот бежали, занимали всю жизнь. И все, что я проиграл, почему? Из-за доли секунд. Потому что его сознание было сильнее, чем мое сознание. Не мышцы. Мы знаем с вами истории, как люди могли поднимать то, что никогда в жизни в своем здравом рассудке не поднимешь, потому что его ребенок или ее ребенок был в опасности. Мы с вами знаем ненормальные случаи, когда тело человека способно на нереальные вещи только по одной причине, потому что у тебя не было времени подумать. И сказать себе, о, я это не могу. У тебя просто инстинкт мамы включился, и ты ванну подняла полную. То есть что угодно. А потом, ой, господи, как это получилось. Дорогие мои, вы даже не представляете, на что мы способны, если вот этот компьютер работает правильно. Какая твоя семья? Во что ты начнешь преображаться, когда вот этот компьютер будет работать на соседание тебя? Когда этот компьютер согласится со словом Бога насчет тебя, а слов Бога насчет тебя массы, начни питаться ими, настраивать себя. И ты увидишь, как вокруг тебя будет одно благословение. Вокруг тебя не будет врагов, потому что их просто не будет. Сначала ты будешь говорить, что их нет. Сначала ты будешь исповедовать, что ранами Христа я исцелен. Сначала ты будешь говорить, пока ты перейдешь в это. И потом ты просто будешь подтверждать, доказывать. И потом твое сознание просто будет наслаждаться. Вот почему они в старости сочные и плодовитые. Потому что процесс не увядания, а процесс расцветания. И так, как его мысли в душе его, так увы, он говорит самому. Как его мысли, так увы, он. Это значит, что ты, это твои мысли. Как только ты разберешься со своими мыслями, можете себе представить? Самое простое, что можно изменить, это свое мышление. Тебе не надо для этого деньги. Ты мне только скажи, я это не могу. Я скажу, лжешь. Любой может закрыться на неделю от всех и говорить, я сын Бога. Я проклинаю болезни в моем теле. Моя семья будет создана. Я буду делать все возможное от себя зависящее, чтобы благословлять, благословлять, чтобы из меня текло одно благословение. Я запрещаю проклятием боли, разрухи выходить из моих уст. И ты увидишь, как это закончится здесь. Это закончится вот здесь. Аминь? Аминь. То, что не стало частью тебя, не сможет задержаться в тебе. Запомни, ты всегда возвратишься в то, чем ты первоначально являлся. Вот почему люди делают какие-то рывки, не поменяв мышление. Они всегда вернутся назад в образ своего мышления. Ты можешь делать что угодно. Дорогие мои, в Америке был проект один раз, где-то в 70-е, я не помню точно. Взяли один огромный плохой район. Плохой район, я имею в виду плохой район. Убийство, преступление, проституция, наркотики. Плохой район. Весь нормальные люди выехали оттуда. Вы знаете, о чем я говорю? Это история. И что сделал губернатор этого штата? Это Калифорния был. Он взял и застроил. Он взял, другими странами, он взял всю эту территорию, эту часть города, полностью застроил. Он валил старые дома и строил новые, и дарил. Все эти улицы застилал. Он вставлял новые все коммуникационные связи, кабеля, туалеты, ванны, водопровод. Все новенькое. Он просто решил сделать подарок для своего города. Это история. Эти районы сейчас называются гетто. У них даже официальное название есть. Угадайте, что произошло после месяца. Заселили людей в новые дома. Все было уничтожено, разбито, разграблено, распродано самими же живущими в своих домах. Расписано все было граффити. И я видел этот документальный фильм, я был в шоке. Потому что губернатор не рассчитывал на сознание тех, кто жил там. Они всего лишь были животными. Куда животных не сели? Извините, животные, извините меня. Потому что это неправильно будет. Животные такое не делают. Животные обычно что делают? Они балансируют природу вокруг себя. Они наслаждаются. Животные, поймите меня правильно, это в кавычках. Потому что они по-другому жить не могут. Потому что здесь нужна профилактика, а не вокруг тебя. Тебе не новая квартира нужна, о которой ты молишься 10 лет. Тебе вот здесь новая квартира нужна. И квартиранты. Потому что там старые квартиранты. Они много чего сделают. Я понял, самое интересное, самое легкое. И в то же самое время, самое сложное, это изменить свое мышление. Тебе не нужны люди, тебе не нужна помощь, тебе не нужны деньги, тебе не нужны обстоятельства. Тебе просто нужно тихое место, и ты закрываешься и просто начинаешь сотраживаться на мечте и плане Бога насчет тебя. Дорогие мои, знаете, мне прискорблено, мне жаль церковь и тело Иисуса Христа. Когда я вижу, люди мира этого поняли этот принцип и живут счастливо. И дети Бога до сих пор разрывают, съедают друг друга, потому что родились они свыше, но мышление их не поменялось. Они спасены, но живут просто в разрухе, в кошмаре, в разорении. То, что не стало частью тебя, не может задержаться в тебе. Запомни, ты всегда возвращаешься в то, чем ты был и чем первоначально являлся. Поэтому сначала меняется компьютер. Итак, тебе нужно изменить не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься в своем сознании и понимании того, кто ты. Сейчас подумай, кто ты. Я обычно такой эксперимент провожу, знаете, это уже не раз было. Я говорю людям, обычно закрой глаза, можешь не закрывать, какая разница. Ты и так все знаешь. Закрой глаза, например, и опиши себя. Уникально то, что все сто процентов описывают то, что находится уже на этом стуле. Я дам это, если к этому пропитаться. Можешь себе представить, когда закрываешь глаза, и ты говоришь, я себя представляю. Можешь себе представить, ты даже можешь себя потрогать. Кожа там, где ты и думал. Ты можешь закрыть глаза и попробовать свою прическу. Представь, она там, где она и была в твоем сознании. Нет, ты улыбаешься. Слушай, внимательно. Это говорит о том, что когда ты закрываешь глаза, и ты не видишь ничего иного, это значит, твой процесс преображения и превращения закончен. На стуле сидит уже тот продукт, до которого ты домечтался, и больше прогресса. Нет. Я дам пропитаться, потому что нашему русскому сознанию это тяжело понять. Ты имеешь в виду, это я закрываю глаза, и я думаю о том, кто я, что вокруг меня, и это все, что я имею на данный момент, да. Если ты хочешь войти в что-то новое, вы заметили, когда люди, вы знаете, что не могу, нет, если не хочу. Вы заметили, когда человек что-то хочет? Я не говорю, он говорит людям, что он хочет. Он хочет. Он из-под земли достанет все ресурсы. Он займет у всего города по рублю. Не, меня кто-то понял? Когда он хочет. Не когда он говорит, ну я как бы хотел бы, мечтал бы, ну да, было бы неплохо. Но фонарь. Когда человек хочет добиться внимания этой девушки. Бог мой, в какого клоуна он превращается. И все клоуны сказали, эймен, включая меня. И я помню, что я вытворял. Мне девушка говорит, я тебя не люблю. Вы знаете, самое интересное, что клоуны этого не слышат. Знаете почему? Потому что в сознании, вот в этом, я с ней. Мне не волнует, что в ее сознании она не со мной. Я с ней. И угадайте, что получается 90% из 100. Если не сдается человек. Я не говорю о блуде, я говорю абсолютно свободная девушка, свободный парень. Даже если они немножко не подходят друг к другу. Вы знаете, что самое интересное? Когда он нарисовал свою картину, он по-настоящему начал ее любить. Он действительно начал отдавать все. То она сменит его любовь на красоту. Она сменит его привязанность. Потому что красота проходит о сердце. И поэтому девушка посмотрела на все эти вещи. К примеру, к примеру. Такого здесь нет, понимаю. Это нечаянная мысль. Девушка посмотрела на все свои опции вокруг. Посмотрела, вот тот мне нравится, на меня внимания не обращает. Вот, конечно, я хотела быть с ним. Глянь, как у него пресс. Какие у него плечи. А тут ходит какой-то такой, знаете. Размечтавшись. Больше всего я находил то, что в процессе полгода, года, если он не сдается, цветы с любовными записками продолжают появляться на ковриках. Продолжают записки где-то в машине, там, знаете, за дворниками. Когда там где-то на зеркалах, я тебя люблю. Где-то там на асфальте написано. Она выходит. А там послание на тротуаре. Ну, я знаю, о чем я говорю. У меня было такое. Аллилуйя. Уникально то, что когда человек что-то захотел, даже если вещи не совпадают, они постепенно начинают совпадать. Любовь, дорогие мои, она очень часто не появляется, она завоевывается. И когда она глянула, она говорит, слушай, мне с ним действительно хорошо. И сердце девушки начинает привязываться к тому, чего она первоначально даже не понравилась. Кто-то понял? Это простой принцип, дорогие. Вы знаете, что это принцип всего. Когда я действительно захочу. А захотел этот парень, потому что вот здесь у него появилась картина любви с ней. Вот здесь он представил. Я ее обнимаю. Нам вдвоем хорошо. Мы живем вместе. У нас прекрасная жизнь. Он вот здесь все представил. Дорогие мои, так вот. Вот этот принцип, вот этот секрет. Что у тебя здесь? Проблема многих христиан в том, что вот все, что стоит сейчас перед тобой, это все, что в их сознании нет будущего, нет картины того, кто они в глазах Бога. Вот почему наш с вами прогресс никогда... Другими с вами нет прогресса. Потому что ты развился прямо сейчас до того, кем ты являешься. Вот все, что сейчас сидит, это то, до чего ты, я скажу так просто, согласился. Вот хватит. Достаточно. Вот эта мысль. Достаточно. Это убийца великих. Вот эта мысль. Хватит мне этого дома. Хватит мне этих отношений. Ну и что, что бьет в морду, зато мой. И пословицу придумали женщины. Не бьет, значит не любит. Бог мой, так как тебя избить теперь, чтобы ты понял, что я тебя сильно люблю? Дорогие мои, это идиотизм. Когда любит, заботится. Когда любит, в другую сторону не смотрит. Не надо придумать себе отмазки. Не надо занижать свои стандарты. Вот почему он не хочет быть с тобой, потому что ты занизила все стандарты, а с таким даже он не хочет быть. Раз в правоплечи. Скажи, ты мне не достоин. Ты увидишь, как его мышление начнет меняться. У него сразу появится цель завоевать тебя. А ты убегай. Так жутко. Моя и твоя сегодняшняя реальность. Вот она реальность. Это прошлое моего и твоего сознания. Другими словами, даже эта конференция, это прошлое твоего сознания и прошлое моего. Это где-то ты решил быть здесь и угадай, где ты здесь. Скажи мне, тебе что-то помешало быть здесь? Нет. А препятствия были? Ты заметил, как все работает, интересно? Ты заметил? Ты же сейчас сделал то, о чем я говорю. Ты захотел. Дорогие, представь. Что Бог показывает тебе? Ты скажешь, Бог мне показывает такое, что, наверное, соседу будет стыдно рассказать, потому что он назовет меня гордым. А мне все равно, что сосед думает обо мне. Я буду думать обо мне те мысли, которые Дух Святой вкладывает в меня. Я буду говорить, Бог, кем я являюсь внутри своего сознания. Я буду исповедовать те вещи, кем Бог видит меня. О, если бы вы знали, что такое осознание. Сейчас мы подойдем еще немножко ближе к этому. Вы никуда не спешите? А куда вы вообще спешите? Мы здесь ночуем! Никто никуда не спешит! Последняя авто, последняя электричка. Никаких электричек нет! Пошел и заснул. Слава Богу, за это место с такими условиями. Аллилуйя! Никто никуда не спешит. Поэтому все, тема будет длинная. Я шучу, я шучу. Тема будет столько-столько надо. Итак, твоя и моя сегодняшняя реальность, это закон, это прошлое того, где было твое сознание. Не иначе. Я здесь, потому что мое сознание было здесь. Ты здесь, потому что твое сознание было здесь. Я здесь хотел быть, и я здесь являюсь. Ты хотел здесь, и все препятствия убрал, и ты являешься сейчас здесь. Ты нашел деньги, нашел транспорт, нашел все. Нашел тех, кто привезут, нашел все. Все нашел! И ты здесь. Вот и все. Все остальные в прямой трансляции. Ха-а-а-ло. Аллилуйя! Мы вам передаем большой пламенный привет. Ну, ладно. Спасибо Богу за технологию, да? Иеремия 1.5. Смотрите, какая здесь бомба. Иеремия 1.5. Бог говорит Иеремии в величайшее откровение. Прежде чем я образовал тебя в очреве. Слушай внимательно. Это говорит о том, что ты еще там сперматозоид еще не залетел в яйцеклетку. Другими словами, еще даже процесса не началось. Смотри, что он говорит. Прежде чем я образовал тебя в очреве, я уже знал тебя. Чего, Бог? Ты знал что? Смотри. Я знал, прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя. Можешь себе представить? Сейчас где-то у Бога есть огромный великий план и мечта для тебя. Это не для Иеремии сказали, а ты тут выживаешь. Я говорю, у тебя не родился. Чем так жить? Бог говорит, стоп, 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 стоп. Иеремия, спокуха, я избрал тебя. Я назначил тебя пророков для народа. Представь, еще ничего не было. Тебя не было. Не было мыслей о тебе. Он говорит, а ты был. Я так понял, если я уже был, то я не понял, чьим словам поверишь ты. Хорошая песня, кстати, харизматическая. Помню, еще откуда-то всплыло. Чьим словам поверишь ты? Словам соседа? Словам какой-то уборщицы Вали? Зауча Сергея? Директор Андрея? К чьим словам ты поверишь? Я верю слову Бога. И если он говорит это для Иеремии, я не думаю, что это только Иеремия там проплывала в мозгах, где-то в сознании Бога. Это все человечество. Это принцип. Бог говорит, детки, вы не появились здесь нечаянно. Итак, мы с вами понимаем, спортсмены научились пользоваться воображением. Иначе никакой бы спортсмен даже не пытался завоевать золотую медаль. Это нужно уже стоять с золотой медалью в своем сознании. Иеремия, ты уже должен мечтать. Почему у спортсменов очень серьезное разочарование после проигрыша? Вы знаете, что у спортсменов, я точно знаю, пастор Александр Рушин знает, даже консультации проходят люди, проигравшие битвы. Консультации, потому что он сломан не здесь, он сломан здесь. Я помню, как окружала команда ребят, борцов, и они говорили, не сдавайся, не сдавайся. Знаешь, что он знает. Я был любителем, он был профессионалом. Я был любителем, и я понял эти принципы. Вокруг меня собирались борцы, ребята в других весовых категориях, которые просто были с моего города. И они говорили, не переживай. Мы рядом, не важно, что ты сегодня проиграл. И вы знаете, для меня поддержка моральная намного была серьезнее, чем поддержка физическая. Большинство из вас знают, о чем я говорю. Пусть это даже первая тема даст сейчас тебе такой, знаете, пролом в ту конференцию, на которой мы сюда попали с вами все вместе. Пусть сейчас ты поймешь, что ты не за исцелением приехал. Хотя тебе нужно исцеление, ты приехал за исцелением вот здесь. Дорогие, если мы научились себя разрушать через воображение в нашем сознании, давайте научимся созидать и строить себя через то же самое воображение в своем сознании. Строить! Я уже говорил один момент в одной из тем, я упомяну его. Меня Бог научил, Он просто... Как я начал это делать? Каждому из нас, родимшись свыше, где-то когда-то Бог несколько раз показывал то, кем мы являемся. Во снах, в сновидениях, пророчества тебе были, что угодно. И это было не один раз, это были разные люди в разное время. Дорогие, вам, мне, нам был показан образ. Или хотя бы первый шаг, который ты должен сделать. Может быть, ты еще не полностью, может тускло, чуть-чуть, ты понимаешь, хотя бы направление, дорогие мои, и вот этот образ, он тебе показан. Смотри. Бог говорит мне, смотри, и я... Другими словами, когда Бог говорил, это Иеремии 1.5, Он просто Иеремию укреплял. Кто-то понимает, да? Он просто укреплял его. Иеремия, не сдавайся. Все давно. Я живу вне времени. Я уже вижу тебя. Дорогие, вы даже не представляете, что... Кто такой Бог? Он живет с тобой во времени. Да, вместе сейчас. Но Он живет в реальности, в своем мире. А у Него мир. Он находится вне времени. Это значит, прошлое, настоящее, будущее, все в руке у Него. Вот почему Он поправляет твое направление. Потому что, как только ты сделал решение здесь, моментально все твое будущее изменилось. Это все равно, что ты сейчас встал на ту дорогу, и ты хочешь или нет, ты придешь в тот тупик. И когда Бог говорит, измени свое мышление, это как сделать шаг в сторону другой дороги. И эта дорога доведет тебя в абсолютно другое направление. Ты со мной? И поэтому Бог называет тебя уже победителем, хотя ты еще только учишься побеждать. Знаете почему? Потому что вне времени ты сделал правильный шаг на правильное шоссе. А на этом шоссе только победители. Ой, если ты поймешь это. Вот почему ты должен говорить, дьявол. Извини, Сатана. То, что я во времени еще проиграю, я вне времени уже посажен. Библия говорит. Можете себе представить, что говорит Библия? Библия говорит, что я во времени еще не посажен, но вне времени уже говорит в прошедшем времени. Нет, не поняли вы меня. Вы поняли меня? Мне нравится русский язык, он склоняется, интересно. Посажен, это не будешь посажен, если будешь вести себя хорошо. Если будешь как редиска, не посадим. Ну, посадим в другое место. Вот почему Библия называет. Помните, когда ученик, он говорит, иди за мной. Он говорит, дай я похоронить отца. Он говорит, кто мне скажет? Позволь. Хоронить своих. Знаете, почему так было сказано? А он говорит, а ты иди и что? Другими словами, Иисус назвал этих людей мертвецами, потому что вне времени они все погибшие. Он говорит, оставь. Пусть вот те мертвые погребают своих мертвецов. Это не потому, что до них не достигла Евангия, а потому что Иисус знал вне времени, что произойдет. А он говорит, а ты иди со мной. Представь, мы с вами, все здесь народ избранный. Ты даже не представляешь. Ты сказал Иисусу в этом времени да, потому что вне времени ты ему сказал да. Тебе придется эту тему еще разочек переслушать, я знаю. Но до тебя уже доходит. Уже доходит. Так зачем ты остановил процесс? Двигайся дальше. Итак, Иисус научил меня питаться от моего будущего образа. В одной из тем я это говорил, я еще раз повторю для тех, кто, может, не слышал. Это важно для этой темы. Иисус мне говорит, сынок, когда тебе начинает быть очень тяжелое время, это хорошо говорить, что унываешь, душа моя, надейся на Господа. Это классно себя перенастраивать, перестраивать. Но говорит, сынок, ты должен делать что-то большее. Ты должен идти в свой будущий образ вне времени, видеть себя, питаться от Него и жить этим. Другими словами, Бог взял Иисуса Навина, и Он говорит Ему, ты победитель. Но все, что тебе нужно делать, Иисус Навин, не бойся. Вы уже захватили обетованную землю, но все, что тебе нужно делать во время, вне времени, ты захватил, но во времени не бойся. Итак, Бог дает тебе картину тебя, кем Он видит тебя. Именно от этого образа ты будешь получать силу для движения вперед. Вот почему я не позволяю кому-то называть меня как-то, потому что вне времени я позволил Богу уже определить меня, идентифицировать и назвать. И поэтому, когда что-то не совпадает, да, пойми меня, я еще не тот, но я уже не то, чем ты называешь меня. И я не позволю тебе это делать в моей жизни. Я лучше потеряю тех, кто не верят в меня, чем потеряю мечту Бога насчет меня. Ты слышишь что-то? Ты имеешь уши? Имеющий уши слышит, да слышит. Хорошая фраза, потому что не все, кто имеет уши, слышат. И это истина тоже. Иисус ее знал. Смотри. Много лет назад Бог научил меня заглядывать в... Знаете, в будущее, в этот образ. Вот почему Бог говорил Давиду, сделай вот это, сделай вот так, зайди с той стороны. Потому что, дорогие, мы должны абсолютно подчиняться тому образу, который Бог уже имеет. Потому что, поверьте, все уже у Бога совершено. Тебе просто нужно подчиниться во времени и достигнуть победу вне времени. Ты увидишь, что ты войдешь в то... Как вам объяснить? Некоторые люди говорят, вот... Я же не знаю, кто я. Я же не понимаю, кто я. Другие, смотри. Я приезжаю в Америку. Вот я приехал в Америку из, например, Украина, да? Родился. Русский человек, родился на Украине, переехал в Америку. Не понять, что, короче. Гибрид какой-то. Все и ничто. Потерял паспорт свой, естественно, украинский. Он есть, как бы, для красоты. И мне нужно было, знаете, приобрести, пройти курсы и заиметь американский паспорт, чтобы жить в этой стране, естественно, легально на правах человека, а не инопланетянина. И самое интересное, что... Есть американец-американец. Американский американец. Есть я американский... Не американский американец. Но интересно, что его паспорт ничем не отличается от моего. Его права ничем не отличаются от другим. Другими с вами мы должны понять. Бог берет, дает тебе абсолютные права вне времени, но во времени я еще учусь английскому. Он уже знает. Вот почему люди говорят, а если я что-то не успел сделать, не переживай, ты уже житель царства неба. Ты со мной? Вот он лучше. Да он такой же динарий получит, как и ты, который там на 3 секунды заскочил. О, господи, господи. И тот, который там весь день работал, понимаете, как он вспух? Я не понял. Я американский американец, я тут все пахал, я тут родился. А он кто? Говорит, успокойся. Я тебе то же самое обещал, что и ему. Ты кто такой? Давай на свидание. Вы, ну, дорогие, поймите. Бог дает тебе идентификацию. Хотя очень часто мы еще не совпадаем с ней. Тебе нужен процесс. Ты должен подчиниться процессу. Но там, в омеге, в омеге, ты уже его, ты уже с ним, ты уже посажен. Смотри. Одно из исследований ученых, настоящее исследование, доказывает, что твое тело, твой мозг не различает эта реальность, сон, это представление в твоем сознании. Другими словами, подключали мозг человека под определенные аппараты. И интересно, что его мышление, или знаете, вот эта волна, вот эти электрические импульсы мозга, поняли, да? Электрические импульсы мозга не меняются, когда человек переживает стресс во сне, стресс в реальности, вот в жизни у него, или он увидел какую-то стрессовую ситуацию по телевизору, которая к нему не относится. Мозг работает абсолютно одинаково. Другими словами, нам нужно с вами понять, что мозг, мозг, он не различает. Ты просто даешь ему приказание, и он делает то, для чего он создан Богом. Он просто начинает создавать все вокруг тебя, из невидимого начинает происходить видимое. Ой, если бы церковь Христа поделась, что я говорю. Ну вот, когда я увижу, тогда и будет. Нет, я уже вижу в омеге. Я уже в омеге вижу, что Бог имеет для меня. Я просто, я просто говорю, что я туда иду. Но тебя там еще нет. Ну и что, что меня там нет? Я в омеге уже там. Итак, я точно знаю, что до того, как я вошел в мое призвание в этом времени, я уже давно в Боге, да, в его мышлении, как насчет Иеремии сказали, жил и двигался вне времени через мой дух. Давным-давно Бог уже видел меня. Просто, что он делает, он направляет мои стопы, мои шаги на правильные пути, чтобы достичь то, что он имеет для меня. Смотри. Вот почему сатане очень важно выиграть полигон твоего сознания. Вот почему ему не важно, ты в Америке, в Австралии, на Украине, в России. Все, что ему нужно победить вот здесь, и ты будешь таким же самым американским бомжом. Таким, как и русский. Одинаковый бомж. Просто, что тот бомж разговаривает по-английски, а этот по-русски. Но их мышление ничем не отличается. Хотя и в той, и в той стране масса ресурсов сделать все, достичь что угодно. Они просто решили достичь вот этого. Итак, сатане очень важно выиграть полигон твоего сознания. Затем он вкладывает внутрь твоего сознания картины для твоего саморазрушения и самоуничтожения. Ты всегда будешь двигаться в то, что ты видишь в своем сознании. Тебе этой картины не миновать. Вот почему. Знаете, я консультирую пары, очень часто консультирую пары. В церкви, вне церкви, просто приходят люди проконсультироваться. И самое интересное, я заметил первое, что когда люди впадают, например, в небрачные отношения, в блуд, в похоти, только по одной причине, потому что он слишком долго засмотрелся на то, куда нельзя смотреть. Все со мной согласны? Конечно, все. Это всего лишь ты задержал свой взгляд на том, что не твое. И оно в сознании стало твоим. И теперь, любя своего мужа, любя свою жену, ты не хотя... Можешь себе представить, какая сильная, мощная штука сознания? Любя детей, любя свою жену, ты идешь и разрушаешь все, делаешь это даже не хотя. Почему? Потому что твое сознание достигло этого. Ты это сделал внутри себя. Она тебе, он тебе приснился. Например, ни у кого этого не было в этом зале, я даю. Это там тем, кто в прямой трансляции, которые не приехали сюда. Вот им надо это слово. У нас тут здесь святы. Кто-то понимает процесс? Можете себе представить? Любя своего мужа и свою жену, ты идешь и разрушаешь своими руками. После разрушения ты плачешь и каешься, не хочешь это делать. Идешь и повторяешь это. Почему? Потому что это всего лишь как работает твое сознание. Можешь себе представить? Ровно так ты можешь запрограммировать свое сознание словом Бога. И даже, что бы в твоей жизни не было, оно противоестественно твоей натуре будет вводить тебя в победу. Ровно так, как ты засмотрелся на что нельзя, засмотришь на что можно. Засмотришь на что нужно. Вот почему. Мы преображаемся в тот же образ. Библия говорит, мы преображаемся в тот же образ. В какой образ? В какой перед тобой находится? В тот и преображаемся. Секрет простой. Проблема вот в чем. Что я перед собой, чему я позволю перед собой находиться? Чему? И поэтому я очень аккуратен. Кто, что находится передо мной? Что я читаю? Вы знаете, я даже очень аккуратен насчет той информации, которая попадает в мою голову. Вы знаете, что письма, которые приходят в Transformation Center, например, да? Может, некоторые из вас писали. Вы знаете, что я их первый не читаю никогда. Знаете почему? Потому что я абсолютно охраняю мое сознание. Их читает третье лицо, которое решает, и я дал такое полномочие, беспокоит меня только по тому поводу, которое касается меня. Потому что ты можешь прочитать несколько комментариев негативного настроя, и они тебя перепрограммируют, и ты будешь весь день болеть вот здесь. Потому что ты всего лишь схватил заразу, которую дьявол просто кидает. Поэтому, дорогие, я свою жизнь очень уникально настроил. Ко мне имеют доступ не потому, что я такой недоступный. Некоторые люди говорят, а Иисус такой не был. То я что, Иисус? Я не понял, претензии какие-то. Иисус Христос таким не был. А я так скажу, Христос и до сих пор доступен для тебя. Вперед! Я не Иисус. Мне больно. И поэтому я, мой телефонный номер, находится только у моих друзей, близких друзей. Доступ ко мне имеют только близкие люди. Информация ко мне поступает только из тех источников, из которых я позволяю ко мне приходить. Кто-то понимает принцип? Кто-то понимает меня, нет? Вот почему мы калеки. Потому что канализации открыты со всех сторон нашей жизни. Только здесь наелся. Другая канализация открылась. Перестань. Закрой. Отрекись. Поставь межи, границы. Закрой эти шлюзы. Перестань общаться с этими людьми. Затри их телефоны. Заблокируй эти имейлы. Выйди из этих чатов. Покиньте одноклассники. Это разрушает тебя. Я не понял. Потом у тебя секунду. Пять лет никуда. Угадай, почему? Потому что пять лет в твою жизнь подключены канаты, каналы, трубы, которые тебя травят, раздражают. О, встретил одноклассник мою первую любовь. Угадай, где будешь. В кровати с ней. Опа. Не, это там, которые не приехали. Тут таких нет. Может, дьявол тебе напомнит твои чувства. Он откроет этот канал. Если ты страдаешь алкогольной зависимостью, неважно, какой зависимостью. За то, что это вообще даже не бес и не проклятие. Это твое представление себя. Объясняю. Простой принцип. У Иисуса в команде было два предателя. Все их надо. Два. Заметьте. Оба сделали очень похожее действие. Просто тот, не боявшись, пришел и сказал, а тот трижды отрекся прячься. Ну, мы не знаем, кто есть кто и как. Я знаю одно. Один, после того, как предал, пошел и повесился. Другой пришел и покажется. Знаете, в чем различие? В том, кем они являлись изначально в своем сознании. Петр в своем сознании, если вы заметите, никогда не был предателем. Я просто вам Библию цитирую. Я не буду открывать это место все знают наизусть с детства. И Петр даже пришел в шок, когда Иисус ему сказал, Петух дважды не проповедует, ты трижды отречешься от меня. Петр что сказал? Петр, я уверен, я только хотел представить, как взбух Петр. Что? Никогда. Ну, Иисус в курсе был, он говорит, я нормально, Петр. Ну, когда там все это произойдет, возлетись, я все нормально, мы с тобой наладим отношения. Заметьте секрет. Когда он сказал на вечере, сегодня один предаст меня, кто отреагировал? Предатель. Вышел и ушел. Другими словами, дорогие мои, знаете ли вы, что Бога не так волновали поступки Петра и Иуды, как волновало то, кем они являлись? Представьте, христианство всю свою жизнь циклится на поступках, а Иисус всегда обращает внимание на твою сущность. Я дам этому немножко пропитаться, потому что некоторые... Дорогие, мы можем с вами... Два человека из Иисуса команды, уже ближе к Иисусу невозможно, сделали одно и то же действие. Один из-за своей натуры, ему было противоестественно, чувствуя себя предателем, и он вернулся, покаялся, раскаялся. Первый, который в лодке увидел, что Иисус пек, помните? А поясался, потому что нагбел и побежал к Иисусу. И у них там был очень интересный разговор. Потому что он внутри никогда не был предателем. Это было импульсивное действие, над которым он не подумал. И Бог еще через это дал ему великий урок Петру. Но, дорогие мои, изначально Петр не был предателем. Потому что изначально он любил Иисуса Христа. Вот почему, как важно, чтобы ты настроил вот здесь. Ты можешь даже от вот этого стандарта, которым ты являешься, ты можешь уклониться и влево, и вправо. Но этот стандарт тебя, Петр, всегда вернет в то, кем ты и был. Если ты не был предателем, ты вернешься, раскаешься, и будешь тем, кем ты и был у Иисуса в команде до этого. Вот знаете, слава Богу, это принцип. Церковь — это принцип. Поэтому некоторые люди циклятся, Господи, я завтра скажу, да плевать. Я меняю мое сознание. У меня руки будут и в дерьме, и в крови. Но я изменю мое сознание. Я еще двести раз упаду. И оскорблю. И сделаю какие-то неправильные вещи. Извини меня. Отойди от меня на несколько метров, потому что я и тебя порвать могу. Потому что я в процессе. Я сейчас меняю инструмент моего творения. Я меняю сейчас инструмент моего преображения. Поэтому отойди от меня на расстояние, пока я в процессе. Дай мне состояться вот здесь. И потом добро пожаловать. Дорогие, поэтому давайте дадим друг другу место. Давайте перестань друг... О, ты что-то и сделал. Я еще не такое сделаю. Успокойся. Я в процессе. Извини меня. Я уже сразу прошу прощения у всех. Потому что я изменяюсь. Я сейчас тружу. Я сейчас прилагаю все усилия, чтобы изменить. Вот здесь. Вот почему бывает, может быть, всякое. Как у Петра. Взял и отрекся. Отрекся. Предать это не отречься. Предать это всего лишь сказать. Да, Иисус, вот он. Ты его ученик. Да, я его ученик. Вот он. Иуда даже подтвердил. Я его предаю, потому что я в его команде был три года. Да, я знаю Иисуса. Да, я знаю Иисуса. Отречься. Это сказать я никогда не знал этого человека. Вся ту любовь, все те чувства, все те исцеления, все ту мудрость, которую я получил, я никогда не знал его. Трижды. Но вернулся он очень быстро назад. А тот пошел и совершил то, кем был. Повесился. Потому что внутри он всегда был предателем. И кем Библия говорит? Вором. Он воровал. Это его была натура. Очень часто это не твоя алкогольная зависимость. Это всего лишь твой образ внутри тебя. Ты видишь себя плотником, ты видишь себя наркоманом, ты видишь себя алкоголиком. Некоторые люди говорят, дорогие мои, тебе не поможет репцентр, если ты не сотрешь свой образ здесь. Сколько я видел людей, которые проходили годами через центры и возвращались в то же самое мусор. Потому что я верю, первое, что в репцентрах, Дмитрий знает о чем я говорю, это профессионалы, я любитель. Вот профессионалы сидят по репцентрам, сами прошли все и знают именно то, о чем я говорю. В репцентрах нужно трудиться вот над этим. Вот туда вкладывать. Ты сын Бога. Ты больше, чем этот мусор и грязь. В тебе величие. Ты намного выше всей этой грязи. Она не может диктовать тебе, никогда ты диктуешь всему вокруг себя. Никакие элементы не могут управлять тобой. Потому что ты сын Бога, ты управляешь всеми элементами вокруг себя. Включая своим характером и всеми элементами. Я управляю. Люди, не понимая этого момента, ссорятся, выбрать бутылку, выбрать там это, выбрать там порнуху. Это не имеет никакого значения, ты ничего не выбросишь. Ты всегда будешь возвращаться в том, кем ты являешься. Являешься. Сколько я видел людей, которые ломали компьютера, отключали свои... Интернет. Да я обниму тебя и поплачу. Потому что твоя проблема, это не интернет. Твоя проблема, это не ликероводочный завод рядом. Это не тот магазин, которым продают. Это не тот мужик, который тебе постоянно колеса поставляет за полцены. Смешно, конечно, смешно. Мы виним вокруг всех, кроме самого главного, своего сознания. Вокруг тебя появились дилеры, потому что ты вокруг себя создал атмосферу, которая притягивает дилеров, наркодилеров, порнодилеров, алкогольных, что угодно. Твоё естество просто привлекло зло. Вокруг тебя зло, потому что в тебе зло. Вот Эльшат сидит. Вокруг него одно добро. Эльшат, встань. Встань. Повернись вон туда. Я с этим человеком знаком уже не один день. Самое интересное, что я всегда его вижу добрым. Хорош. Кого-то он тут на дверях встречал? Поднимите руки, кого он там, папа? О! О! Садись, спасибо. Эльшат, да ты Иисуса. Дорогие мои, потому что этот человек всего лишь принял решение давать любовь. Не потому что он родился таким. Есть ли кто-то из вас слышал его свидетельство? Кстати, вы можете его послушать. Оно есть, да? Его пастор Александр говорит, но он был хуже бесов. Дорогие, в жизни Эльшата, вы смеетесь, это просто он тут попался. В жизни его было все, начиная, все, что ты можешь представить, самое страшное, этот человек прошел, включая тот, даже где ты не был. И он прошел процесс, принял образы Иисуса Христа и сделал решение любить до конца своей жизни. Ты думаешь, у него нет плохих дней? Нет, просто выбираю хорошее. Это просто пример. Но это наша жизнь. Тебе нужно не завязывать со своим каким-то зависимостью, потому что как завязал, так и развязал. И все завязывающие по 300 тысяч раз знают. Где ты заныкал тот бычок, который ты обещал никогда не... Ладно. Этого не было. Ты знаешь, где этот пакетик, ты знаешь, где это полколеса закатилось нечаянно. Ты знаешь все нычки. Ты точно знаешь, где оно на черный день. Потому что внутри ты никогда не изменился. Ты изменил свои действия, но ты не изменил свое мышление. Действия твои не имеют значения. Еще раз говорю тебе, не имеют значения твои действия. Потому что это всего лишь... Они всего всегда будут вытекать из твоего мышления. То есть ты берешь в плен всякую мысль, которая не от Бога, и подчиняешь ее Христу. Ты вообще задумался над тем, что такое пророчество? Вот пророчество Бога. Знаешь, некоторые люди, они не понимают. Младенцы сразу прыгают в то, что пророчество говорит. Сразу. Бог говорит, ты будешь пастором. И побежал. Открывать церковь. Угадайте, где эти люди обычно оканчивают. Бог всего лишь тебе дал картину, которую не надо никуда бежать. Тебе нужно сейчас ее вот сюда... Знаете, так называется компьютерным языком? Установить эту программу. Заинсталлировать. Чтобы она вошла в тебя, стала частью тебя. И ты начинаешь... Некоторые люди говорят, как ты дошел туда, где ты дошел? Ничего не делая. Видя, видя, видя и видя. Каким я видел себя, такими начинали видеть меня люди вскоре. Кто-то понимает о чем? Каким я представлял себя, я был шокирован, что вскоре такими меня начинали видеть люди вокруг. Интересно. Итак, тебе нужно преобразиться. Тебе нужно заинсталлировать это. Тебе нужно согласиться с этим. Точно так, я говорю, дорогие, мы с вами... Почему нам так тяжело это сделать в позитив, когда мы это в негативе умеем делать профессионально? Профессионально находим каждый мусор. Находим каждую гадость. Все, что о нас говорится плохое, мы все услышали. Мы прочитали все плохие высказывания в нашу сторону, и все на форумах, всем доказать нужно все. Всем отпитать письма. А представь, если ты будешь в такой позиции, как я, десятки тысяч людей начнут тебе писать. Сколько у тебя уйдет времени, всем отписывая, какой ты хороший? Ты умрешь, доказывая. Отдельная тема. Ты просто должен успокоиться. Смотри. Иосиф двигался к своему призванию, черпая силу из своих сновидений. Представь, маленький мальчик, парень, подросток, скажем. Подросток, окей? Подросток. Говорил сны, рассказывал отцу и братьям так классно, что заметьте, что... Его можно прочитать. Бытие 37 глава с 5 по 10 стих. Может, прочитаю, если... Ну, сильно не захочу вас уморить. 10 часов вообще-то уже... Все умально? Все умально? Я вас не умариваю, не? Хорошо. Значит, прочитаем. Я люблю читать Библию. Люблю, конечно, цитировать так быстрее, но читать это уникально. В общем, маленькая подготовка. Иосиф... Некоторые люди это место читают из Библии и не улавливают самого главного компонента этого места из Библии насчет Иосифа. Иосиф рассказывал свои сны так, что все узнавали себя в его снах. Пауза. Я сейчас расскажу. Потому что Иосиф абсолютно верил картинам, которые Бог показывал ему во снах. Мы с вами рассказываем сны так. Вот одному брату приснился сон. Кто-то понимает, что я говорю? Вот у меня есть друг. У меня есть подруга. Это говорит о том, что ты прямо сейчас абортировал. Иосиф мог прийти и сказать, Па, тут моему другу что-то приснилось. Он видел 12 снобов. И вот у того друга он видел меня во сне, что я стоял посередине. Я вообще-то не знаю, если это я. Я вообще не знаю. Честно, папа, ребята, братья, не серчайте. Кто его знает, если это посередине сноб, который там стоял выше всех, это я. Я не знаю. Но самое интересное, я видел, как... Это мой друг, мой друг, мой друг видел, как 11 снобов поклонились. Тому снобу, который мой друг говорил, что это я. Пап, ну я не уверен, па, я не уверен. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он так нагло говорил этот сон, что у всех, включая папы, который дал ему разноцветную одежду, была неуверенность. самое интересное. Первый сон, ладно, они там все поскрежетали зубами и сказали, ладно, спи. Во-первых, в то, что все работали, а он спал, это уже вопрос. Ладно, это отдельная тема. Потому что праведнику своему он дает... Второй сон шокировал всех и папа тоже. Если в первом сне кувыркнули только братья, то во втором сне даже папаня и маманя там себя плохо почувствовали. Он собирает их и говорит, у меня... Пришел ко мне друг и рассказал второй сон. Мне... Он сказал, мне насчет всех вас снился еще один классный сон. Ненавидеть можно только того, кто полностью уверен в том сне, о котором он говорит. Ты чувствуешь секрет, который я сейчас тебе открываю? Он говорил так, как будто он уже находился в будущем и все уже служили, поклонялись ему. он еще не понимал. Может, он немножко, знаете, так с гордостью говорил, но давайте поймем одно. В Иосифе был один великий бонус. Он принял это полностью в свое сознание. Он полностью согласился, что... 11 звезд поклонились мне. И луна, и солнце тоже. И самое интересное, что все умели в его сне толковать сны, я так понял. потому что даже отец не увидел себя той звездой, которая поклонилась. Он сказал, так луна и солнце, это я и мама, да? И это мы поклонились тебе, звезда моя. Ты знаешь? Дорогие мои, вот так ты должен научиться рассказывать всем мечту Бога насчет тебя. и угадайте через много лет, где все оказались. Там! Именно там прошли кошмары, бойни, тюрьмы, боли, слезы, предательства, но все равно он вошел в тот образ, в который поверил и который увидел. От тебя зависит просто поверь Богу. Поверь настолько, что это будет, эти сны, они стали частью Иосифа. Он настолько этими снами, ему даже кличку дали сновидец идет. Можешь себе представить, это нужно свою идентификацию настолько утвердить, что у тебя другого имени нет, как сновидец идет. Ты смеешься, а я тебе открываю секрет успеха великих людей. Тебя должны назвать сновидец, мечтатель идет. Да! Глянь! Да мечта! Посмотрим, где скоро все будут находиться. Вскоре так и произошло. Давайте прочитаем теперь это место. Битее 37. Однажды Иосиф упразднился необычный сон. Я люблю необычные сны. Как насчет тебя? Записывай все сны, в которых ты действуешь в главной роли. Это не только иногда сны, где тебя Бог хочет поправить, исправить и исцелить. Очень часто эти сны показывают тебе твою настоящую идентификацию. Где ты исцеляешь больных, где ты поешь, и твой голос касается массы людей, где ты возлагаешь руки, где ты рвешь бесов, подсекаешь мечами головы. Дорогие, мне столько людей. Ты должен просто поверить в это. Поверить в это настолько, что у тебя кличка будет. Сновидец, мечтатель. Странный сон. Он рассказал им этом братьям. После этого они возненавидели его еще больше. То есть он первый снов он рассказал. И он рассказал, знаете, шестой стих. Мне приснился сон. Во сне сказало будто все мы работаем на поле вяжем снопы пшеницы. вот мой сноп встал прямо. А ваши снопы ну слушай ну имей смирение брата. Сколько нас с вами религия засмиряла церковь? Засмиряла до того, что все поколение никто и нигде. Потому что мы братьям да только вот братан братва права. А Бог прямо сейчас Иосифом Анном Есфирем дает сны. Дает мечты. Эти Анны они хватаются за мечту ребенка и не отпускают ее никому. Они настолько хватаются за мечту ребенка, что вокруг нее все начинает крутиться. Ее все молитвы. Ты можешь эту мечту о ребенке Анна настолько заиметь великую, я говорю сейчас духовным языком, что вокруг тебя муж даже будет удивляться. Ну тебе что мало меня? Что служитель церкви скажет слушай вытрезвись от своего. Другими исламами Анна настолько вложила это в себя, что все вокруг нее знало о ее мечте. Вот кто получает мечту, вот кто входит в идентификацию, потому что она шла к этому. Вы заметите, что праздником до тех пор, пока Анна просто взорвалась. Дорогие мои, вот до чего она вкладывала, она говорила, я не буду бесплодной, я не буду бесплодной, я не буду бесплодной. Это картина нашего поколения. Я не буду бесплодным, я не буду бесплодным. Ты не будешь бесплодным! Вопреки всей религии и маразму, ты войдешь в свою мечту. Ты увидишь себя, поверишь. Поверишь настолько, что тебя из-за этой мечты ненавидеть буду. Дорогие мои, по сути, внимательно, ты думаешь, что когда ты расскажешь всем мечту, тебя сразу похлопают и скажут, аллилуйя, апостол новый. Тебе скажут, как и всем остальным. А мне скажут, ты сошла с ума, перестань пить много. Иосифу выроют яму с его размер. Дорогие мои, поверьте, ваши мечты до доброго вас сначала не доведут. Все понимают? Но вопреки всему маразму продолжаем мечтать. Роют яму, пусть роют. Это значит, яма приблизит меня ближе к моей мечте. Пойми, что у Бога есть свой путь. Иногда это не вверх, иногда это сначала глубоко вниз. мы думаем сразу как ракета к Иисусу выстрелю аллилуйя. И буду распространять летая по земле огонь Христа. Бог говорит, сноб, сначала погреб. Разберемся с сердечком твоим. Смотри. И вот мой сноб встал прямо, а ваши снобы пшеницы собрались вокруг моего сноба и поклонились ему братва. Сноб, этот сон. если ты не понимаешь принципа идентификации, для тебя Иосиф будет звучать нагло. Ты со мной? Для тебя Иосиф будет звучать глянь какой он напыщенный. А вот только такие входят в свои идентификации. Ты хочешь войти в что-то, где никого нет, где еще никто не был, тебе нужно встать. Потому что все лежат. и отжимаются. Кому-то нужно встать. И естественно их будет видно. А что это ты себе возомнил? Я себе ничего не возомнил. я возомнил только то, что я видел во сне. Извините, если вам такие классные сны не снятся. Братве не приснились такие сны. А вот этому наглецу приснились еще даже несколько. Лентяй в красивой одежде. Лентяй южище. Смотри, собрались вокруг моего снопа, он никогда не пытался объяснить, интерпретировать, он не пытался там братья сказать, ну братья, вы понимаете, какой был, ну я просто рассказываю, как было, ну вы измените. Он сказал, ваши снопы, покаясь перед моим снопом, точка. И кто еще не объяснял, не интерпретировал, не пытался сгладить уголки. Как было, братва, так было. Легли вы все. Поклонились моему, что же ты думаешь, что ты станешь царем и будешь править нами? Такой большой вопросительный знак. Ответили братья, и возненавидели его еще больше за сны, которые ему снились. Можете их представить? Это нужно настолько войти в свою идентификацию, что братья насчет тебя, кроме твоих снов, ничего больше не знают. Кто это? Кто сны видит? А какие он сны видит? Плохие сны видит. Мы в его снах всегда какой-то нехорошей роли. И возненавидели его еще больше за сны, которые ему снились. Восьмой стих. После этого Иосифу приснился еще один сон. Ну, держи язык за зубами. Ну, приснился сон. Ну, радуйся там в своем сознании. И спокойно и лег спать дальше. Нет! Он собрал всю братву опять. Говорит, мужики, приснился еще один сон. Угадайте, какой? мне. Мне приснился еще один сон. Я видел, как солнце и луна и одиннадцать звезд поклонились мне. Иосиф рассказал про этот сон своему отцу и братьям, но отец стал бронить его. Что это за сон такой? Папе как-то оно, знаете, не сварилось в желудке. Неужели ты думаешь, что твоя мать, твои братья и я поклонимся тебе? Ну, Иосиф говорит, ну, я не знаю. Ну, наверное. Братья по-прежнему, братья Иосифа по-прежнему завидовали ему. Представь, завидовать могут тогда, когда ты полностью идентифицировался с тем, куда ты идешь. Здесь секрет. О, здесь секрет. Ты еще ничего не должен иметь и тебе на пустом месте должны завидовать. Ты смотрит на тебя и говорит, хля, какой, а? У тебя еще ничего нет. У тебя мечта, но мечта уже достойная зависти. Люди смотрят на мечту и говорят, вау, что будет, когда он попадет в свою мечту? Твоя мечта уже должна вызывать неправильное чувство в соседях. Я не смиренный, сиди смиренный. Вот лежи, как снопы. Я не вам. Я говорю тем, кто стоят хотя. Я верю, что тут собралась группа людей, которые вот приехали встать. Прорваться. Конференция точно называется в тему. Прорыв. Все лежали, я прорвался. Иосиф прорвался. По-прежнему завидовали ему, а их отец не одумевал. Представь, папа в шоке. Что бы это могло значить? Вы знаете, я давным-давно, много лет назад этот закон понял, осознал, он стал частью меня. И очень много лет назад я уже видел себя пастором с реальным влиянием. Некоторые люди говорят, о, ты говоришь о себе, стоп, я всего лишь говорю то, как Иосиф, все, что мне Бог открыл. И я всего лишь, извините, нахожусь там, где я видел много лет назад. Я не нахожусь в твоей мечте, я нахожусь в моей. Извини, что я люблю стоять. Ты со мной? Извини, что какой-то мальчик с города Запорожья, улица Гудыменко, 24, квартира 109, первый этаж, без отцовщина, мама на двух работах, сирота, которая по соплям получала, каждый раз выживали. Детства не было, потому что за остальных трех братьев и тетрах заботился постоянно, потому что старший был. Некоторые были в моем положении, знают. Я не говорю о том, что это плохо, я говорю, благодарю Бога за это, это закалило, сделало меня личностью. Спасибо Богу, что я вырос быстро. Выхода не было. Некоторые люди говорят, тебе повезло, никому не повезло, когда вот сюда подвезло что-то. Вот когда сюда подвезло, тогда все повезло. О, я. Каждый из нас должен увидеть и войти в то, чтобы показывать тебе. Я понимаю, кто-то там завидует, кто-то ненавидит, кто-то льет грязь. Дорогие, это всего лишь из зависти. Всего лишь люди не могут смотреть на людей, которые живут счастливо, живут в том, о чем они говорят, видят вокруг себя чудеса, исцеление, восстановление, трансформацию, им завидно. А я тебе говорю, не завидуй, иди вместе со мной. У Бога нету людей, которые, я занял его место, у всех место есть. Написано, вы уже посажены. Это значит, что для каждого уже есть трон. И я твой трон не занял. У тебя есть твой. Не морочься. Просто я умрю. Я на своем уже сижу. Как насчет тебя? Глянь. Я себя люблю. Серьезно. Шутки с шутками. Но реальность такова. Я уже себя видел в той позиции, где я прямо сейчас нахожусь. Я не буду вам рассказывать, где я себя вижу сейчас. Вы думаете, что я окончил свою трансформацию? Я-то тут. Но тут я уже не тут. Это мой вчерашний день. Не поняли, не поняли, не поняли, не поняли, не поняли, не поняли, не поняли. Это мой вчерашний день, потому что это вчерашняя мечта. Сейчас у меня есть свежая. Я тебе рассказываю о процессе Я тебе не говорю о законченном продукте Я говорю о процессе от силы в силу От мечты в мечту От сна в следующий сон Бог не закончил с тобой Он имеет для тебя намного больше Поверьте, эта конференция поднимет всех И меня, и команду Александра И Дмитрия Она всех поднимет нас еще на один уровень Позволь Богу Позволь Богу Маленькая история Про Иисуса Христа Все ее знают Знаете, почему Иисусу нужен был Гефсиманский сад? Кто слышал мою проповедь Одну из проповедей Потому что Иисус Заметьте Иисусу перед тем, как умереть Нужно было умереть Я чуть-чуть остановлюсь на этом Заметьте Что в Гефсиманском саду Он делал действия Он плакал, страдал и просил поддержки в молитве Заметьте, он делал действия Которые на кресте не делал вообще Пауза Заметьте Что на кресте Сосуды Больше не лопались И кровь не текла Потому что он В реальности Уже вошел в образ смерти Умер в Гефсиманском саду И всего лишь вошел на кресте В образ, в который он вошел Вы должны понять, что это прослеживается По всей Библии Сначала перед тем, как умереть И Иисусу нужно было умереть Умереть Настоящая смерть Иисуса Настала не на кресте Настоящая смерть Иисуса Настала в Гефсиманском саду Где он боролся Где бесы приходили Где ангелы помогали Где рвалась душа Где он молился Можешь себе представить Некоторые люди говорят Мне не нужна молитва Даже Иисусу в определенном время Нужна была молитва Нам всем нужна молитва Иногда Нам все нужны друзья иногда Но это отдельная тема Я просто говорю о том, дорогие мои Что он вошел в свой образ Не на кресте Он вошел в свой образ Умирающего Агнца Божьего В Гефсиманском саду Я хочу, чтобы ты понял Что он запрограммировал Свой компьютер И там он просто Спокойно Тихо Вошел Но мы с вами знаем Секретную информацию Которую не знали те Которые убивали его Они думали, что убивают его А они всего лишь Убивали мертвого Пауза Они всего лишь Распяли Тело Которое умерло В Гефсиманском саду Вот что Вот о чем Я тебе сейчас говорю Где Твое Сознание Сейчас Это Иисус Не переживайте Вы на крест не пойдете Вам не надо Я говорю о принципе Этот принцип везде Этот принцип прослеживался У Анны У Есфири У Иосифа Этот принцип прослеживался Везде у Давида Он везде Этот принцип Везде Сначала нужно победить Чтобы победить Сначала нужно Втайне убить Львов Медведей Чтобы потом Галеев был в шоке От наглости такой Галеев Тут щемится Вся нация Тут вышел пацан И говорит Я не понял Что ты себе возомнил Тут мужик Не ну вы понимаете Какая наглость Я тебя убью Он говорит Я не только тебя убью Я их всех убью тоже Это вообще опух Как Ну я уверен Что у Галеева Был немножко конфуз Галеев смотрел И он не понимал Что это тут такое Выбежало на поле Какой-то Ну ладно Это история Вечная история Я ее люблю До конца моих дней Потому что в ней Столько много уроков Сначала нужно войти Чтобы войти Сначала нужно победить Чтобы победить Некоторые люди говорят Мне нужно Погоны Епископа Мне нужны Погоны Какого-то пастора Мне нужны Доспехи Саула И что ты с ними Будешь делать Какать в них На тебе мантия Но у тебя ничего Ты не ваш Саул Ты никогда Не вошел В позицию Позицию победителя Ты просто Наделаешь Свои доспехи Что ты меня понял Нет Или слишком жестко Для первого служения Вы извините Я всегда говорю Ты знал Куда ехал Я все равно Держу себя в руках Некоторые говорят Меня рука Рука положили Что Не-не-не Что рука положили Что вот там Смешно Смешно Эту историю Сто раз уже говорил Иоас Царь Израильский Пришел К Елисею Елисею Пришел Который умирал И он говорит Слушай Все помните Эту историю Он говорит Выстрели стрелу Это стрела Избавления Для Израиля От всех врагов Бла-бла-бла-бла Все-все Выиграешь Победишь Теперь стреляй По земле Не-не Ну что Хватит Другими словами Он никогда Не был победителем В своем сознании Дорогие Я говорю вам Секрет Всей Библии Который По всей Библии Идет С этого Не с твоего Исцеления Начнется С трансформации С прорыва В сознании Твоем Начнется Вся твоя Трансформация И реформация Не нужно тебе Никого Ни я Ничего тебе надо Тебе нужно Бог И просто Своё сознание Поверить В то Что он сказал Насчет тебя Поверить настолько Что ты еще Не вошел в него Все соседи Уже завидуют тебе Это говорит о том Что ты настолько Поверил Давид В свою позицию Что даже у Саула Не было сомнений Что ты пойдешь И порвешь Голиафа Улыбаемся Принцип Давайте прочитаем Второе Коринфянам 10.3 Второе Коринфянам 10.3 Мне нравится Это место Апостола Павла Когда он писал Коринфянам Очень классно Описано Я уже это говорил Но сейчас просто Мне хочется прочитать И я буду заканчивать Потому что Я достаточно сбросил Сегодня бомб Для твоего Уникального сна Сегодня Ты должен Страшно размечтаться Перед своим сном Если тебе мешают Соседи Делай как я Одеваешь наушники Включаешь Помазанную музыку И мечтаешь Пока не заснешь Дорогие мои Вы смеетесь Это каждый день В моей жизни Я создаю атмосферу Я одеваю наушники Я просто Мне не важно Где я С кем я Я всегда Даю возможность Богу Работать со мной И я засыпаю В позитиве В любви В мечте О Боге Насчет меня В победе В следующем уровне В следующих победах И никто не скажет Насчет меня ничего Потому что я этих людей Не допущу к своему сознанию Ты можешь что-то выкрикнуть Тут и выкрикнуть в мои уши Но оно не попало В мое сознание Потому что я охраняю Мое сознание Второе Коринфянам 10.5 Да Читаю современного перевода Да Мы живем во плоти Но борьбу свою ведем Не как люди мира сего Смотри Какой здесь секрет Но говорит Да Мы живем во плоти Но мы не воюем С вот этими элементами Как люди мира этого Смотри что он говорит Оружие Которым мы ведем борьбу Вовсе необычное Человеческое Оно сильно Божественной мощью Слушай сюда Способной сокрушать Твердыни Не спровергаем мы Любые мудрствования И все что В гордыне своей Восстает против Познания Бога Смотри дальше Цель наша Всякую мысль Человека И он рассказывает Об оружии Наша цель Всякую мысль От человека Взять в плен И привести В послушание Христу Можете себе представить Он говорит Вы воюете На интернете Вы там Доказываете друг другу А я всего лишь Вот здесь все подумал И все сделал Вы не поняли Потому что Мой мир Не вот это Мой мир Выстраивается здесь Потому что Мой мир Был сделан здесь И он говорит Вы даже Если мы с вами Когда поймем Вот это откровение Павла Он говорит Все люди Пытаются Своими мышцами Изменить Я перевожу сейчас Современным языком Из современного перевода Переведусь В современнее Он говорит Все люди Пытаются Мирское оружие Войны Не войны Копия мечи Он здесь не об этом говорит Он говорит О помышлении О трансформации О жизни Вот Этой Говорит Наше оружие Не такое как их Закатывать рукава И доказывать что-то друг другу Наше оружие Оно настолько мощно Что только во мне Появляется мысль Я сразу ее уничтожаю И этим самым Я уничтожаю все Что могло бы восстать Против меня И здесь все сказали Эймэн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok